Контур заземления может привести заряд молнии из земли к защищаемому оборудованию внутри помещения. Достаточно ли установить в контур разрядники? Ну, в контур разрядники вы никак не установите. Это невозможно сделать. Защищать надо то оборудование разрядниками, которое представляет опасность. А как в контур заземления ввести разрядник, я даже вообразить себя такого не могу. Я подозреваю, это разрядник, который отделяет контур молниезащиты от контура электроустановки. А какой разрядник здесь можно... Значит, ну, во-первых, так. Давайте следовать. Давайте все-таки не плевать на Пуя. В Пуе написана такая фраза, что все заземляющие устройства должны быть объединены в единую заземляющую систему. Правда, здесь стоит не точка, а запятая. За исключением тех случаев, когда этого делать нельзя. Поэтому я плохо представляю себе, о чем идет речь. Но, кстати, вот понимаете, очень часто возникает такой вопрос. Вот есть заземляющее устройство, какого-то объекта. Рядом есть заземляющее устройство молнииотвода. Между ними, ну, приличное расстояние, скажем, метров 20. Вопрос. Какое количество тока из заземляющего устройства молнииотвода попадет в заземляющее устройство объекта? Эта задача очень легко и очень хорошо решается. И могу вам сказать, что в практических условиях, при практических размерах, которые обычно приходится иметь дело, речь идет о десятках процентов. Ну, если там, к примеру, молнииотвод ударил молния со стоком 100 кА, а 20 кА попадет в ваше заземляющее устройство, которое находится на расстоянии там в пару десятков метров, вам это безобидным не покажется. Такие задачи легко решаются. Вот эти задачи, они все из теории электрических полей. Они легко решаются компьютерными методами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...